В Луганской области 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 В поселке Красный Яр во время оккупации Боевики одного из украинских батальонов На глазах усильчан Расстреляли родственника Председателя поселка Они его застрелили Потому что они вошли Во-первых, калитка была закрыта Они калитку расстреляли и открыли Он пришел на встречу Чтобы узнать, что это такое И они его застрелили из автомата Еще одна информация Пришла из поселка Старобельск Луганской области Где в СИЗО содержатся военнопленные Из подразделений ополчения ДНР и ЛНР Сегодня стало известно Что около 30 из 70 Захваченных диверсантами И украинскими силовиками В плен ополченцев Могут быть расстреляны В ближайшие часы Людей, которые действительно Воевали в подразделениях ДНР и ЛНР Вот они подвергаются пыткам И, к сожалению, очень многие погибли А многих пытаются уничтожить Время идет на часы Необходимо до конца сегодняшнего дня Сделать все возможное Чтобы спасти парней Дело в том, что они боятся Отпускать людей Которые воюют за свой дом За свою землю Это идейные люди Они понимают, что эти люди Не будут сидеть дома Пока враг топчет их землю Наводчик-оператор танка Т-64 Под флагами Новороссии Воюет на северных рубежах Обороны Луганска После трех курсов обучения В танковом училище Он приехал на передовую Службу в армии Луганской народной республики Проходят на трофейной Боевой машине Захваченной У украинских силовиков Во всем экипаже Только у него Специальное образование Других бойцов Джалиль обучал сам Управлению танка И тактике ведения боя Ребята Они вообще даже не знали Что такое танк Видели только на картинках Либо В оклопедесталов Каких-нибудь Старые Т-34 Многие экипажи Уже было подготовлено В принципе Ребята толковые Схватывают все на лету Результаты очень хорошие Меня самого радует В городе Краснодон Который теперь находится В глубоком тылу Сил ополчения По-прежнему перебой С поставками продовольствия Особенно гуманитарная проблема Ощущается в детдомах И интернатах В интернате для детей Страдающих ДЦП Не хватает Специализированных медикаментов И питания Для такой категории инвалидов Российская общественная организация Национально-освободительное движение Этот интернат Решила взять под опеку В первой партии гуманитарной помощи Детское питание И специализированные каши Таким детям Воспитатели помогают Принимать пищу Питаться самостоятельно Многие просто не могут Что смогли Я сюда собрал Детское питание Памперсы Продукты питания Кашки Все то что надо деткам Северные и северо-восточные рубежи Обороны Луганска Патрулируют усиленные подразделения Армии ЛНР По позициям ополчения Со стороны поселка Счастье Продолжаются обстрелы из минометов АГС и пулеметов Танковые подразделения противника Демонстративно передвигаются Вдоль линии фронта На это ополчение Выходят в круглосуточное патрулирование Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин